Телец. Для вас, Тельцы, это месяц, ну, скажем так, достаточно значимый, потому что все-таки в этом месяце происходит затмение, затмение в вашем знаке, в знаке Тельца. Да, это лунное затмение, которое произойдет 28 октября. Возможно, вы уже смотрели мой прогноз на осенний коридор затмений, там я про это затмение рассказала более подробно, плюс, возможно, вы уже смотрели прогноз для своего знака на осенний коридор затмений. Поэтому кое-что об этом затмении я пропущу в связи с тем, что я бы не хотела повторяться, и если вы отдельно хотите эту тему более внимательно послушать, то просто послушайте свой знак, там есть тайм-коды, и вы можете выбрать свой знак по тайм-коду. Здесь же я расскажу больше о том вообще, что из себя представляет октябрь для вас. Прежде я попрошу на себя подписаться, если вы еще не подписаны, где бы вы меня не смотрели. Вот, надеюсь, сейчас вы как раз это делаете. Плюс поставить мне лайк, если вам вообще нравятся мои видео. Ну, возможно, вы их уже видели и не раз. Что касается этого месяца, то так как здесь происходит затмение в вашем знаке, то это говорит о том, что месяц может быть определяющим. Не только во втором полугодии, а вообще в этом году. То есть, в принципе, у вас достаточно значимый в этом плане был май, потому что там затмение резонировало сильно с вашим знаком. Вот сейчас тоже месяц значимый, но намного более значимость его высокая, в связи с тем, что затмение происходит непосредственно в вашем знаке. Плюс в этом месяце ваш управитель переходит в свое новое положение. Ведь обращу внимание, что в течение всего, получается, лета и первой части осени, то есть буквально всего сентября, ваш управитель, планета Венера, ходила в знаке Льва. Да, ну, мы помним, что в этом знаке она ретроградила, именно поэтому она очень долго, на 4 месяца задержалась в знаке Льва. И знак Льва, надо признать, она натворила немало, не то чтобы бед, но некоторых проблем и трудностей. Именно для вашего знака. Поэтому лето могло быть с какими-то определенными препятствиями, сложностями. В общем, так сказать, чтобы вы были им довольны, сложно. Но вот сейчас эта планета переходит в новый знак. Ну, как сейчас, с 9 октября. С 9 октября она попадает в новый знак. И по большому счету в этом знаке она лучше на вас влияет, чем и знак Льва. То есть, все-таки, Дева – это тот же знак, той же стихии, к которой относитесь и вы. Я не раз говорила о том, что если планета, которая нами управляет, попадает в знак той же стихии, к которой относимся мы, то это признак очень хороший. Это говорит о том, что до конца октября в вашем случае время и ситуация вам благоприятствуют. Однако, конечно же, есть свой нюанс. О нем я рассказывала в общем прогнозе на октябрь. Возможно, вы смотрели этот прогноз. И еще я об этом нюансе рассказывала в прогнозе на переход Черной Луны в Деву. Надеюсь, что вы смотрели и этот прогноз тоже. Потому что надо признать, что в последнее время я выпускала очень много важных и значимых прогнозов. Если вы меня смотрите, по крайней мере, на Ютубе или в Дзене, то вы точно в ленте моей можете найти все перечисленные прогнозы. Так вот, я говорила о том, что как только Венера попадет в знак Девы, до начала затмения первого, то есть до 14 октября, до солнечного затмения, у нее есть аспект с Черной Луной и оппозиция на планету Сатурн. Особенно актуальным этот аспект будет где-то 9, 10, 11, 12 октября. Вот в эти числа он будет самым-самым сильным. О чем это говорит? О том, что именно эти числа, буквально первые 5-6 дней ее пребывания в Деве крайне коварны. Эти даты крайне коварны. Это время, когда нас что-то может увести с определенного пути. Мы можем подумать, что мы лишены каких-то обязательств, и нам развязаны руки, мы делать можем все, что хотим. На самом деле это будет, ну скажем так, крайне неправильное убеждение. А это просто будет искажение нашего сознания, да, это будет некая потребность убежать от каких-то обязательств. И мы найдем эту лазейку. В первую очередь это сильно скажется на тех из нас, с кем Венера контактирует, то есть с кем она резонирует. Ваш знак имеет резонанс. Отсюда, пожалуйста, обратите внимание, что буквально время с 9 по 14 октября, это очень специфичное время, когда с одной стороны вам будет просто все идти в руки для того, чтобы вы чего-то не делали, да, какие-то обязательства на себя не брали, или какие-то правила не исполняли и так далее. А с другой стороны, впоследствии это приведет к каким-то пересудам, осуждению вас, неправильной трактовке ваших действий и ваших намерений. В общем, потом вы, к сожалению, получите от этого какую-то проблему. Поэтому, как только вы чувствуете, что вы сейчас хотите с себя сбросить груз ответственности, и вроде как все к этому складывается, пожалуйста, подумайте о том, что вас ждет последствия, потому что последствия могут быть достаточно печальными. Это что касается буквально нескольких дней пребывания Венеры в Деве. Но пока Венера во Льве до 9 октября, да, у вас продолжается все тот же период, который был в течение всего сентября. То есть пока до 9 октября сильно в вашем случае ситуация может и не измениться, и настроение сентябрьское в первых 9 днях октября продолжится. Но в дальнейшем уже, скажем так, где-то с 22 октября, да, то есть вот у нас есть время по 9 октября, потом по 14 октября, потом достаточно тихий, спокойный период идет, а вот с 22 октября по 30 октября – это самое сердце затмения лунного, которое действует и на вас. То есть 28 октября как раз происходит лунное затмение в вашем знаке, с 22 октября оно очень сильно на вас влияет, и обращу внимание, что влияет достаточно благополучно. При этом ваш управитель здесь и в благополучном аспекте с планеты, отвечающей за рост и развитие с планеты Юпитер, и в достаточно благополучном аспекте с планеты, которая отвечает за финансовую тему, при том за неожиданные прибыли в данном случае. Поэтому мое предположение, что как раз-таки в районе этих затмений у вас могут быть, во-первых, крайне удачно профессиональные темы складываться, вот действительно очень удачно складываться профессиональные темы, ну и возможно это будет время, когда, например, неожиданный какой-то финансовый подъем, преработок будет, может быть, это будет время, когда появятся какие-то крайне удачные договоренности финансовые. Так что стоит обратить внимание на то, что последняя часть октября для вас наиболее в этом плане потенциальная, в плане вот всяких разных профессиональных и финансовых дел. Тем не менее, прошу вас в районе этого лунного затмения, буквально плюс-минус 2-3 дня от затмения, не принимать каких-то значимых решений и точно не стартовать с какими-то серьезными крупными проектами. Это общее правило для всех затмений, даже если оно хорошо на нас влияет, то все равно имеет смысл его придерживаться. Ну, более подробно, как я сказала, я, по крайней мере, по датам рассказала в своем прогнозе для знаков зодиака, для каждого знака на этот коридор затмений, поэтому за деталями туда. Также хочу сказать, что у меня есть хорошая новость для тех из вас, кто действительно хочет астрологию познать, и с точки зрения толкования своей карты рождения, и с точки зрения создания уже прогноза, но достаточно полноценного, на год и более длительный период. У меня в конце октября стартует обучение, и по тому, и по другому вопросу. Сразу хочу сказать, что это обучение в первую очередь направлено на тех из вас, кто интересуется астрологией в первую очередь для себя. И, может быть, ничего особо не знает об астрологии, но хотел бы узнать. Вот это обучение, оно как раз дает возможность прям с азов начать познавать астрологию до достаточно уже полноценных тем, типа прогноза на будущее и толкования карты рождения по вопросам любовь, брак, деньги, выбор профессий и так далее. Так что, если вас интересуют эти темы и вы хотели бы обучаться этому, то приходите ко мне по ссылке в описании под этим видео. Я прям вот на своем сайте разместила всю информацию. И там же, если у вас есть интерес к этому, можете зарегистрироваться. Ну, я надеюсь, что вам интересно было это видео. Поставьте ему лайк, если вам оно понравилось. Я же с вами прощаюсь, но только до новых встреч. До свидания.